Привет, зритель! Сейчас тебя ждет обзор покупки из магазина Куранека. Black Cat, черный кот. Гоняла я в одно место, потом в другое место, потом в черный кот зашла, потому что в предыдущем месте не было того, что мне надо. И на обратном пути, ну когда-то же я должна была под грозу попасть на обратку на своем спортивном велике. Вот я попала. Да и езжая половину пути, уже гроза как бы закончилась, и дождик как бы прошел, и началось как бы солнышко жарко, и я почти вся высохла. А сейчас шла от родней, и снова попала под дождь. И снова громыхает гроза, и вот хз. Так, короче, в общем, мне надо было коту пожрать, купить. У меня была маленькая золотая жилка, но в нашем городе лет пять назад эта жилка, допустим, могла... Ты даешь монетку в банкомат? А тебе обратно и бумажка, и монетка металлическая. А в этот раз, вот спустя практически пять лет, в Угличе чего-то случилось. Они теперь не юзают у нас банки. Бумажку юзают, а вот монетку, которую сами же выдавали, не юзают. Только в Москве, говорят, юзают. Ну ладно, вот денежный сувенир. Короче, в общем, есть у меня монетка. Нужна была мне коту еда и еще кое-что. В общем, как-то я такое уже покупала. У меня где-то там щек вообще есть. Я не знаю, здесь он есть, там он есть, куда я вообще его делаю. Да, вот он есть. Есть у меня чек, у меня тут еще какой-то даже чек. А, это со вчера чек. Молоко покупала в деревню. Потому что сегодня родственники, надеюсь, все-таки, несмотря на непонятную погоду, съездят и заберут заодно мой пакетик с едой. Ну, немного еды, немного не еды. А, в общем, я тут у нас чёрный кот. Вот. Да, и пакетик я купила в чёрном коте. Благодаря этому пакетику я его завязала узелочком и у меня ничего внутри не намокло. Пакетик, кстати, у нас стоит 5 рублей майка. Вот в чёрном коте, в Куранека, там стабильно такие дорогие пакетики, эти майки. Что пятёрковый и что вот этот? Ну, поменьше, чем пятёрковый или магнитовый. Ну, в принципе, я знала, на чё рассчитываю. Точнее, чё меня ждёт. Где тут у нас? Корм про хвост. 350 грамм, 39,90. У меня там какая-то птичка безумно верещит у балкона и явно на яблоне сидит. Ещё у нас тут сзади ковшом что-то скребут по асфальту. Воду может ремонтируют, хрен её знает. Потому что мы до 14-го включительно, вот я уже второй день сегодня. Вчера я ещё мыла с подхолодной водой, сегодня я согрела. У меня вчера просто от горячей воды, от головы осталось. Сегодня я, значит, согрела принципиально на тушку. Но оканчивалась в итоге я почему-то уже всё равно холодной, что-то мне так захотелось. Потом пришла я с велика вся такая сухая, но потная и под холодный душик полезла нахрен. В общем, тут у нас почти 40 рублей без 10 копеек. Так, где, блин, оно? Кто-то долбит. Ощущение, что кто-то из соседей долбит по этой батарее. Жалко, я от батареи далеко, я бы тоже подолбила. Как-то какой-то феерический феерист долбил часа в два ночи. Я специально подолбила в ответ. Короче, сухой корм, 350 грамм, ну да, 40 рублей без 10 копеек. С говядиной. Он у меня его жрёт. На данный момент он у меня жрёт эту самую... Я сегодня сварила манку. Но что-то как-то мне показалось, она жидковатая, я её добавила туда ещё жидкости. И она у меня совсем жидковатая. В общем, он жрёт у меня манку. У меня была манка, и не хватило. Я купила себе салфетки. Сейчас, кстати, узнаю хоть сколько они стоят, эти салфетки. Потому что там цена была какая-то феерическая, салфетки разные. Не поверите, этой цены я даже не видела. Либо эта цена была где-то в другом месте. Салфетки влажные, 15 штук, 10 штук. Fresh, Aura. Видимо, всё вот это входит. Но тут у нас 15 штук. На моё счастье, люре какое-то. 8 рублей. 8 рублей такие вот салфетки. Я подозреваю, что они такие-нибудь миниатюрненькие. Но мне тупо надо было салфетки. Маленькие. Сделано... Латвия. Офигеть. Латвия, привет! Если кто меня нибудь из Латвии смотрит, привет тебе, Латвия. Вот твои салфетки. Так. Вообще, я страдала. У меня недели две как развалилось. Может, даже три. Губочка моя. Такая, с шариком. Кем-то жёлтенькая. Там лучик нарисовано было и написано. Кто-то мне её дарил. Из подписчицы. Может быть, Лёнька из Тюмени. Может быть, Лена из Минска-Ременского. Может, ещё кто-то. В общем, печаль несусветная. Сдохла губочка. Верёвочка у неё тупо развязалась. Я её собирала, собирала. В общем, как-то она в итоге совсем раздолбалась. И я вот страдала в магните за 145. Эта губочка, думаю, охренели. Гель для душа. Может, какой-нибудь приличный. Такие деньги купить. В пятёрке тоже не легче. И тут я зашла в чёрный кот. И сейчас я скажу, почём в чёрном коте губочки. Губочка-то где? 26 рублей 90 копеек. Вот такая вот губочка. Другие губочки-расцветки были. В общем, губочки такие же, как в магните или в пятёрке за 145 рублей. Или за там... Причём она по скидке типа была там якобы за 145 рублей. В общем, в шесть раз дешевле в чёрном коте. Та же губочка. Теперь у меня есть губочка. Я специально белую выбирала. Так. Губка для душа, мочалка, сетка на илон. Так. А ещё я нашла водные штрих-корректоры. Я даже не ожидала, что такие ещё есть. Ну, в смысле, что у нас их ещё можно купить. Причём они разные. Жидкоть-корректирующая. 20 миллилитров. Информат. Вот. На водной основе безопасно. Потому что те, которые я покупаю в Ашане, они не на водной основе, они какие-то супер токсичные. И очень быстро высыхают. Правда, вот в последней у меня были какие-то металлические шарики. Потому что можно было потрясти, и оно как-то не настолько быстро ещё высохло. Бывает у них купишь, откроешь, в конце недели оно уже сдохло. Причём закрываешь. Как бы. Вот тут у нас. Сделано оно у нас вот это в декабре. 9 декабря прошлого года. И живёт оно 36 месяцев. И всё это счастье у нас 19,90. Сейчас найду ещё был где-то. И похожий, но немножко другой, но тоже на водной основе. Жидкость корректирующая. На водной основе. 20 мл быстро сохнет. Удобная кисть. Тоже. Где она тут? Срок 36 месяцев. Это у нас сделал Питер. А это у нас кто делал? И это у нас сделал Питер. В принципе, это один и тот же Питер. Одна и та же фирма. Просто вот дизайн разный. И одна и та же цена. А она у нас 8 января 19 года. Ну, эту я как бы смотрела по жопке когда. А эту уже просто увидела. Думаю, ещё одна жидкость. Куплю-ка. Обе жидкости мне вышли. Ну, она проиграла, прекратила игромыхание закончилась. И птичка куда-то. А я поняла, почему птичка истерила. Животное сидело рядом. За навесочкой, скажем так. Ну, в общем, штрих-ходы вышли на 39 рублей 80 копеек оба. Вообще, у меня пакетик лежал как бы закрытый, но не завязанный на стульчике. Я уходила до ранней, пришла и смотрю, контейнер валяется на полу. Но я думала, он там корм достал, разгрыз. Нифига. Он почему-то только контейнер вытащил. Корм-лапка. Привет тебе, лапка 90, если вдруг будешь смотреть этот ролик. Написано с рыбой, читаю с тобой. Ку-ку. Лапка, корм для кошек, с рыбой. Мы такой уже покупали котику. Мы, Николай Второй. Так. С любовью к кошкам. Сделан в марте. Что тут у нас? Фарш куриный и куриные субпродукты. Мясо и мясные субпродукты. Рыба и рыбные субпродукты. В том числе рыба минимально 4% растительные компоненты. Протеины животного происхождения. Критчатка, витаминно-минеральный комплекс. Содержит таурин. Вот. Причем никаких там Е-ароматизаторов. Вот я как-то вискосе или в китике-то видела такую хренатень. Но мне всегда так прикольно. Вот они пишут с рыбой. А там еще куча всего. Причем не только они так пишут. Сейчас скажу, по чем лапка. Где-то тут лапка. 85 грамм рыба. Видимо, я две рыбы взяла. 9,90. Оба вышли на 19,80. Да, вот вторая рыба. Потом ему смешаю с остатками его сушеного корма. И вот у нас еще одна рыба. Тьфу, в смысле лапка. Лапка для корм для кошек с говядиной. С любовью к кошкам. Сейчас чисто из прикола прочитаю. Мясо и мясные субпродукты. В том числе говядина минимально 4%. Фарш, куриные и куриные субпродукты. Растительные компоненты протеина животного происходения. Критчатка, витаминно-минеральный комплекс. Содержит таурин. Не содержит гомеот. В смысле гомеот тут нет. Тут самое интересное. Ну, в общем, в рыбе есть все то же самое. А тут нету рыбы. Так, и теперь контейнеры пошли. Весь корм в лапке за 9,90. Все, кстати, у меня вышло на 331 рубль. Так, комплект емкости до хранения и заморозки продуктов. Браво, квадратные. 450 миллилитров, 3 штуки. Сделано 12 мая 2019 года. Похожие контейнеры я когда-то покупала. Может, они чуть побольше были, может, чуть поменьше. В этом, давно-давно еще в Дикси. Может, года-то 4 назад. Сейчас скажу, почем счастье. Я сначала там увидела за 105 рублей такой большой контейнер на литр с хвостиком. Потом поменьше и еще меньше. Но, что-то я так подумала, как-то это... Мне было лучше вот как-то так. И вот купила, как купила в итоге. Хотя, по идее, у меня вышло больше контейнеров и вышло целиком дороже. Там, где оно у нас тут? Контейнер. 55 рублей 90 копеек. Вот этот вот наборчик. Если у вас есть НЕКО КУРА, КУРА НЕКО, БЛЭК КАТ ЧЕРНЫЙ КОТ, потому что, знаешь, в Ярославле он еще есть. Короче, по Ярославской области он встречается. Если вы из Ярославской области, то идите в КУРА НЕКО. Ну, или если в вашем городе он тоже есть, то тоже идите. Тут другой наборчик. Банки, закручивающиеся крышкой. 700 мл, 300 мл банки, закручивающиеся крышкой. И для микроволновки подходят. При использовании в печи открывать крышку микроволновой. И для заморозки подходят. Вот такие. Я специально выбирала. Там были такого бледно-бежевого цвета, красные. Потом вот такие. Вот такие были тоже еще и с голубой крышечкой. Но так как у меня есть такие контейнеры закрывающиеся, которые я обозревала светофорой, там есть зелененькие, ну, там есть типа салатовая, еще одна красная крышечка с одной красной крышечкой, то я решила как бы в тему, чтобы у меня оно по дизайну сочеталось. В общем, вот у нас тут. Я ее открывала, кстати. Смотрела. Я думаю, что вот если что-то такое брать с собой, то, что проливающееся, оно может быть не будет плотно держаться. Но вот мне надо тупо в морозилку, ягоду какую-нибудь там или траву зафигачить в смысле растения этот. Укроп, петрушку. И мне оно подойдет. Вот оно такое. Сейчас найдем их тут. Так, эти у нас тут стоят 55 рублей 90 копеек. Контейнер две штуки. 300 плюс 700 миллилитров. А тут набор три штуки 450 миллилитров. Так, и последний набор контейнеров. Какая-то, да, вот такие-то пустой год. Вот так он тут. Кухонные, пластиковые. Кухонная пластиковая команда. Там, паттерн. Пластиктим. Пластиктим. Так, наборы емкостей, опять громыхают, для продуктов третий раз за день. Паттерн. Прямоугольных, три штуки 750 миллилитров. Там были еще как бы отдельные такие, ну, по отдельности просто красный один был. Точнее, один был голубой, другой был салатовый. Но они какие-то были, ну, так, как потертые. Грязненькие местами. Я думаю, по цене они были примерно как наборчик. Думаю, лучше уж такой купить. Легкие, прочные, универсальные, идеальные для хранения, заморозки, разогрева, микроволновки, переноски, обедов. Сейчас найдем этот кайф. Где он у нас тут? Они стоят у нас 69,90. Скажем так, на 14 рублей дороже, чем другие. Но очень удобные и хорошие. Так, тут у нас два контейнера осталось. Тогда вот с этим поэкспериментируем. Вот такой контейнер. Очень похож, как у Дикси, я тогда брала. Вот тоже такой же пупырка. Или в Дикси, или в Пятерке, я уж не помню. Похожая крышка. У меня таких, помню, 6 штук было, если не 9. И по большей части они у меня в итоге разошлись по всяким разным людям. Плюс еще я их уделала. Мыло там в каком-то хранила, варила. Заготавливала. Вот такой у меня обзор бытовушной покупки. Чек. Отлепить. Точнее, не чек, а от клейка. Отлепить. Отчего. В принципе, мне эта бумажка уже не пригодится. Буду я сегодня вечером собирать ягодки и потом их разбирать. Еще у меня есть растительность, которую я вчера собрала. Но у меня сил не было вчера ее разбирать. И шпинат я наконец-то вживую видела. Мой-то шпинат что-то мне взошел в свое время. Теперь я его даже попробую. Может, конечно, раньше-то я его ела и знала. Ну, как бы не знала, что это он. Но теперь я осознанно попробую сегодня шпинат. У меня еще там еще какая-то ягодка лежит. Короче, всем спасибо за просмотр. Всем правильных контейнеров и всем пока!